Аэропорт Большое Савино. Часть ограждения территории воздушной гавани повреждена. Одна из плит повалена. На месте работают оперативники. Здесь же человек, причастный к сносу. Он утверждает, что часть летнего поля, а именно два гектара, принадлежит трем частным собственникам. Забор стоит незаконно, поэтому и должен быть снесен. Светотехническое оборудование должно было располагаться на протяжении санитарных норм и нормативов. Должно было находиться на протяжении километров. Получается, они вылезли на 300 метров. За границей своего земельного участка, который у них стоит на кадастром учете. Произошло это расширение еще в 2003 году. Судебные тяжбы начались только в прошлом году. В итоге арбитражный суд постановил, что забор, который установлен на спорной территории, ничей. Вот собственники решили попробовать демонтировать ограждение стратегического объекта. Но попытку быстро пресекли. Вы что объяснили? Авиационно-безопасный стратегический объект. До свидания. Все. Хоть эта территория ваша, но нам непонятно, каким образом она за вами закреплена. И на сегодняшний день мы, как собственники земельного участка, на нашем участке стоит забор, и мы его даже затронуть не можем. Так это как? Администрация аэропорта объяснять сложившуюся ситуацию не стала, ограничившись сухим пресс-релизом. Суть которого свелась к тому, что при утреннем обходе территории были обнаружены повреждения ограждения. В соответствии с требованиями авиационной безопасности, администрация международного аэропорта Пермь принимает меры по восстановлению целостности периметрового ограждения. Работу планируется завершить к вечеру. В свою очередь, незамедлительно были проинформированы правоохранительные органы для проведения дальнейших следственных действий. Транспортная полиция по факту повреждения ограждения начала проверку. Собственников части летнего поля пригласили дать объяснение их действиям. Евгений Гуляев, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.